всем привет меня зовут ксюша хоффман и добро пожаловать на дран китчен кухню где мы готовим и конечно же распиваем всякие спиртные алкогольные напитки сегодня у нас в гостях точнее у меня в гостях великолепный замечательный антон антон привет здравствуйте дорогие друзья антон вас даже как-то неудобно вот впервые я вне компании питерской тусовки это очень приятно что меня пригласили я очень рад и надеюсь что сегодня я буду полезен на этой кухне конечно будешь полезен у меня вообще к тебе куча вопросов но перед этим я хочу рассказать нашим потрясающим зрителям что мы будем сегодня готовить так как для нас такой знаешь вот прям мужик мужик настоящий русский мужик я подумал что ты же сам предложил пельмени и если у нас мы еще останется время приготовим котлет совершенно верно в общем я предложил такую идею во первых я смотрел до этого несколько выпусков которые у тебя выходили вот они выходили весьма экстравагантные с экстравагантными гостями и вы знаете что они все были достаточно изысканы что насчет бараба обычной кухни как у нас обстоит вопрос с пельменями с пюрешкой с котлетками как-никак вот вот для обычных русских людей сегодня мы будем готовить скажи ты умеешь готовить тесто я тебе скажу честно я уготовлю крайне плохо за меня все делает моя девушка поэтому я на все готовые прихожу но при этом при всем я достаточно неплохо знаю весь процесс потому что я живу в квартире студии на данный момент и я грубо говоря вот если лежу на диване могу дотронуться до плиты я вижу приблизительно как все работает поэтому технологию приготовления теста я попробую тебе по моему ну так я предлагаю сделать так в общем то у нас сегодня потрясающий выпуск потому что мы специально для тебя купили настоящую советскую как мясорубку она называет 5 обратите внимание москва 5 извините ребята авито специально покупали специально для тебя так как ты настоящий русский мужик у нас для тебя есть огромный кусок мяса она кстати очень был потому что здесь кое-что должно быть вверх ногами попробуем поставить так 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 пока ты прикручиваешь я хочу угостить тебя естественным пивом это хорошо так как я леди я не могу оставить тоже нет малыш сегодня я девушка антона ничего такого пожалуйста я буду распивать сегодня игристое и конечно же по традиции я хотя почему я это стол чужой нет это мой стол закручиваю сильно потому что мы будем крутить соответственно тоже сильно так антон ты ж мужик открывай мне вот бухло давай давай попробуем давай как нибудь красиво кстати не знакома ты со Стасом Борецким на сто рублей блять тебе нахуй слушай я знакома с его творчеством раз, три, два, один, ну-ка опа Ребятааа С Новым Годом Какой там праздник сегодня у нас Так ты наконец-то появился вне питерской тусовки вот и праздник Вы не поймите меня неправильно я из Санкт-Петербурга У нас это все в порядке вещей У нас это принято У нас это принято Так Ну что же Так сейчас мне нужно найти Ну а ты этого хотела или как Так конечно я хотела именно этого как ты догадался собственно Такая обделенная как обычно с топором Девочки иду за вашими бывшими всем хана Короче Как я появился где? На ютубе? Да, как ты вообще появился потому что так получилось что ты ну прям вылез считай из ниоткуда Ну отчасти это правда Объясню почему отчасти Вообще Вся моя история с ютуб она началась очень и очень давно она началась тогда когда еще учился в университете А я что-то должен делать сейчас? Ты можешь пока просто рассказывать я расставляю нашу посуду которую мы будем сегодня готовить Хорошо Я учился в университете и мой одогруппник был Юрий Михайлович Хованский Вот мы вместе с ним учились У кого учиться с Юрием Хованским? Потрясающий человек Я могу сказать так что учиться было с ним одно удовольствие и легко Потому что мы были с ним просто в универе просто вдвоем Нас никто и все ненавидели Мы достаточно пьяные ходили по универу Мы после каждой пары выпивали портвейн Либо ходили в местный магазин как мы называли его гамзик А почему гамзик? Не знаю Юра пьяный видимо Юра слегка имеет небольшой дефект речи шепелялость Возможно ему просто было проще говорить гамзик Я уж не знаю Но в общем он называл его гамзик В этом гамзике мы провели примерно три курса До тех пор пока у Юрия Михайловича не произошел ютуб Наши дороги они слегка разошлись на тот момент Но они разошлись у нас больше в учебе В совместном как бы студенчестве В плане того что ты начал учиться Ну продолжал учиться, а он ушел А Юрий он да, решил что Ну понял очень рано то что ютуб это очень перспективная платформа Вот на тот момент было не так много людей Которые им занимались Но уже был мэдисон Даже был Иван Гамаз на тот момент Огоспай Да 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 Юра подался туда собственно говоря У меня была другая точка зрения Насчет ютуба Я очень долго считал что это полная хуйня если честно Почему? Ну потому что во первых мои родители Они очень консервативных взглядов И так или иначе они мне передались Ну то есть нужно после школы университет После университета хорошая работа Ну консерваторы максимально Я конечно рос именно по такому же принципу А ты смотрел кого то на ютубе помимо того же Юра Хаванова? Честно скажу не было времени никакого Потому что чтобы оплачивать с учебу я работал Я начал работать в 2009 году Продавал компьютеры В компьютерном центре Кей на тот момент Сейчас уже его нету И так короче я работал вплоть до 2017 года Так Вот эпизодически я появлялся у Юры и у остальных ребят В каких-то проектах которые Ну по мере там их роста да на каналах Появлялись какие-нибудь мини-сериалы Возможно какие-то там зарисовки скетчи Еще где-то и меня звали Ну возможно отчасти потому что я друг Юры Ну и отчасти может быть потому что просто нужны были люди Так То есть как бы я там особо никому не навязывался Но и как бы никто меня не прогонял с саными тряпками У меня только нейтрально относились Вот И это был первый этап То есть я был знаком с Юрой Ну я поняла Как ты пришел вообще на ютуб С чего ты вдруг решил что ютуб это не хуйня А стоит вообще сюда залезть посмотреть что как Потом в моей жизни появился Александр Тимарцев ресторатор Ага это Версус Бата Это уже вторая да была ситуация Потому что меня жизнь сводила с видеоблогерами просто случайно Так То есть Юра стал видеоблогером А потом когда я пришел работать в сеть техники Apple iPod С Амитебурги Я случайно попал в магазин где работал Тимарцев Он был там администратором Серьезно? Да и меня направили к нему как к моему наставнику Я пришел дал бумажку мол я вот Антон Я пришел работать Друзья я правильно понимаю что ты знал ресторатора еще до его известности? Да Я знал ресторатора до первого выпуска Версус Баттла Офигеть Вот и когда я пришел работать в iPod Я зашел в эту подсобку Я поздоровался тогда с Александром Сергеевичем Я его там на вы естественно И он спрашивает про мое хобби Чем занимаешься Я говорю ну я честно сказать в основном работаю трудоголик Но иногда снимаюсь с моим другом Юрой в роликах И он такой ты знаешь Юру Холанского И он сразу позвонил Юре Спросил за меня нормальный ли я чувак Он сказал нормальный Власова не трогай И я так я типа начал работать в iPod Вот и работал тоже достаточно долго Пока не произошло профессиональное выгорание Вот я работал в общей сложности ну около десяти лет в торговле Сколько тебе лет? Тридцать лет Ну я работать начал с ну почти с девятнадцати Вот и можно сказать что где-то в 2017-18 году у меня разошлись пути с идеологией и политикой компании Ну насчет продаж, насчет всего Потому что я дорос до администратора Я хотел внести какую-то свою там знаешь ну типа нотку Что я сделал бы так в этом магазине Ну короче меня никто не послушал и там много еще случилось Короче говоря я оттуда ушел но в хороших отношениях остался тем не менее со всеми ребятами И я оказался просто вот можно сказать на улице Очень сильно поменялось там небольшие были проблемы в семье А родители то есть получается тебе не помогали никак? Нет родители далеко не миллионеры И я больше наверное им стараюсь помочь чем они мне Но они мне помогли конечно безусловно поступить в университет Выучить меня в школе Первый мой автомобиль у меня был Волга Они тоже мне помогли его приобрести Я ездил на Волге Отличная машина кстати скажу и вам Так вот и после того как я ушел с работы У меня был момент когда мне нужно было понять что будет дальше Я видел уже пример других ребят что вот есть Юра Я к тому моменту уже знал и Никиту Гридина Кузьму Юлика я знал чуть меньше Это с ними тоже случайно получается? Да ну можно сказать по цепочке от Юры И я с ними пересекался где-то на съемках где-то еще Но каждый раз когда мы с ними встречались Я с ними все плотнее и плотнее общался И можно сказать подружился И мне иногда предлагали Может быть мы что-то снимем Может быть мы что-то сделаем вместе Может быть мы запишем какой-нибудь коллаб А я всегда отказывался потому что ну больше наверное даже Ну типа стеснялся что ли или что-то такое Потому что для меня все еще видеоблогинг был уделом бездарей Да в общем там такое знаешь Студенческие годы действительно могут стать ярким и незабываемым периодом вашей жизни Только если ты не по уши в долгах И судорожно не думаешь о том как сдать сессию Вместо того чтобы планировать прогулку теплым вечером По себе знаю все вечно от тебя что-то хотят И ты всем вокруг себя должен И вот ты стараешься оправдать ожидания близких И сам остаешься без силы поддержки Так и до нервного срыва недалеко Или он уже случился Давайте все выдохнем потому что я пришла Помочь сделать ваши студенческие годы Действительно незабываемыми Сегодня есть платформа Автор24 Где работают эксперты по самым разным направлениям Специалисты сервиса не только помогут с курсовыми и дипломными работами Но и смогут объяснить сложный материал Подтянуть по нужному предмету Повысить оригинальность Или оформить работу согласно требованиям университета А также окажут помощь с рефератами, эссе, контрольными работами В общем они могут решить любую учебную проблему Ты общаешься с экспертом напрямую Рассказываешь все основные требования Обозначаешь сроки и получаешь результат Причем помогает Автор24 не только студентам, но и школьникам На платформе работает более 300 тысяч авторов Так что легко можно найти того, кто возьмется за задачу прямо сейчас А еще есть справочник Это часть экосистемы сервисов Автор24 Десятки тысяч статей по всем предметам Все, что нужно для домашней работы, можно использовать как источник Учишься в школе? Тогда у меня для тебя отличные новости Автор24 помогает не только студентам, но и школьникам Еще на платформе Автор24 в конце апреля запускается действительно важный проект для многих студентов Бесплатный видеокурс от профессионального психолога На нем студентов научат, как самостоятельно справляться со стрессовыми ситуациями и проблемами с адаптацией Как не сгорать по учебе и не заваливать ее из-за переутомления И, конечно, как справиться с давлением из-за беспокойства родителей за обучение своего чада и многому другому Как привыкнуть к вузу и не стрессовать перед каждым экзаменом? Как не слить свое образование, но взять от вышки действительно важное? И как не сойти с ума от учебы и найти в себе силы для жизни? Об этом и многом другом ты узнаешь в курсе психологической помощи на автор24.ru Да, я знаю, звучит невероятно круто! И что самое важное, ты можешь сам выбирать подходящую стоимость Просто создавай заказ и рассматривай предложения от экспертов Рейтинг поможет тебе не ошибиться в надежности специалиста А платформа всегда будет готова защитить твои интересы Теперь можно расслабиться и не переживать Доставайте дела, которые откладывали в долгий ящик и действуйте Кстати, мы с командой автор24 дарим вам промокод Ксению Хоффман И желаем вам успешной сессии и приятных вечеров Ссылочка внизу в описании Вот, а потом... Случилось это, сложилось! Да, знаковым событием было тогда, когда Юлик, можно сказать, меня за шкирку взял И посадил рядом с собой Сказал, мы сейчас запишем реакцию Это было 7 июня 2019 года Ты даже помнишь эту дату Это очень важная дата Потому что с того момента я совершенно по-другому начал относиться к всему этому И на самом деле я нисколько, конечно, не жалею, что так случилось И теперь я в рамках питерской тусовки На данный момент действующим участникам Снимаю коллабы со всеми ребятами И они со мной И я могу сказать, что достаточно успешно Ну что ж, давай выпьем за потрясающий начало твоей карьеры И спасибо Юлику Большое спасибо за то, что взял тебя за шкирку И не только, и Никите, и Юрию Михайловичу И многим другим ребятам, естественно, Александру Тимарцеву, ресторатору Поэтому это была очень большая случайность в моей жизни Но, тем не менее, случилось не случайно Ну что, я предлагаю начинать готовить Но перед тем, как мы начнем, я хочу, во-первых, похвастаться зрителям И тебе тоже Фирменный, да? Да, это кастомный фартук от Максима Борисова Потрясающий, очень талантливый мальчик Он все Москве разукрашивает Ничего себе, а он прямо настоящими красками? Да, да, ты не поверишь, он нарисовал этот глаз за 15 минут на моих глазах Это твой глаз, наверное? Ну я просто подумала, что глаз тебе подойдет Потому что ты все-таки делаешь обзоры Ты очень много смотришь Да И видно, что ты очень начитанный Поэтому, мне кажется, глаз тебе идеально подходит И в конце выпуска, если ты не против, ты его подпишешь И мы разыграем его среди подписчиков Это будет первый в моей жизни гиф Подписывайтесь на всех моих друзей На всех этих Потом мы, естественно, это все Ну проверим все подписки Давай, я помогу тебе завязать Да, будь добра, пожалуйста Ну не так уж сильно, я все-таки Да, я понимаю Я совсем Чуть-чуть Ну Даже сильно Так А ты тогда завяжешь мне У нас такой бартер получается Так, сейчас я вторую штучку найду На самом деле Выпуск будет реально очень смешной И я ждала этот выпуск с тобой Потому что я очень хочу увидеть Как ты Сейчас Этим тупором Мать твою Будешь рубить Этот огромный кусок мяса Так, слушай Ну, во-первых, вы все знаете, да? Наверное, те, кто меня знают Я думаю, сейчас наверняка смотрит меня Моя аудитория Которая Конечно Поддержит меня в каждом ролике с Криминальной России Наверное, ты в курсе, да? Что мы теперь акции делаем профильные На ублюдков, убийц, педофилов, детофилов Там все Ну я видела, у вас сегодня ролик первый в трендах был Мы сегодня с Антоном посмотрим все это дело Прокомментируем Так как у нас уже был видос про Виктора Мохова на канале Соответственно, я думаю, что мы проведем с вами несколько часов увлекательнейшего просмотра Прямо, а бля, она что, домой к нему приехала? Да, 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 да Да, он первый в трендах Причем нам написала Ксения Анатольевна Собчак Серьезно? Да, она нам написала Ну, там есть с ней переписка некая Прямо в комментариях о том, что мы Ну, хорошее дело сделали Одним словом, Мохов Ты же в курсе всей ситуации, да? Конечно, конечно Человек вышел просто по большой случайности Он должен был остаться в тюрьме С чего ты взял? С чего? С того, что нужно посмотреть его интервью И это будет сразу понятно Он сидит, улыбается, он пьет пиво И говорит о том, как он насиловал этих девушек с улыбкой на лице Что это за человек? Это асоциальный человек Ты считаешь, что его выпустили незаслуженно И что он должен продолжать сидеть? Конечно Вообще, суть в том, что смертную казнь отменили зря, на мой взгляд Ого Все-таки, если мы Не, ну почему Это вообще-то на самом деле У нас как бы главная тема в комментариях сейчас Все-таки, нужна ли она? Потому что такие люди, как Мохов Они выходят и живут среди нас И дальше все продолжается по новой Может быть, он кого-то опять зарежет 70 лет Он знает, что Бенджамин Баттон выходит так Он жил жизнь наоборот Ну да Он до 50 лет был каким-то чуть ли не девственником А потом запер девушек Насиловал 4 года Потом сел в тюрьму А сейчас у него жизненная энергия еще больше Мне кажется, на этом моменте как раз можно начинать рубить мясо Так То мы не успеем Слушай, ну как ты относишься к тому Сейчас же был огромный резонанс с Собчак О том, что она вообще выпустила это интервью Она же ему заплатила Насколько это все было этично В плане того, что Заплатила, я слышал 3 миллиона заплатила Трес Все, я могу Ветеринка Такая тетя Заплатила ему 3 миллиона рублей Я слышал Нет, 3 миллиона рублей мы должны были заплатить федеральные каналы Ну, в общем, какое-то ток-шоу типа «Пусть говорят» или там прямой эфир Но они типа слились, потому что кто-то слил инфу про то, что они должны собственно заплатить Вот ты сам как считаешь, насколько этично платить человеку за эксклюзив, который насиловал, терзал девушек Ради того, чтобы он пришел с улыбкой на лице, рассказал о том, что я вот да, я это делал, надо мне заняться Катей Ты знаешь, я думаю, что с одной стороны это неэтично По той причине, что вроде бы Мохов, этот насильник-убийца, он должен просто пропасть с радаров То есть он должен исчезнуть По счастливой случайности он дожил, да, до 70 лет, просидев 17 и оказался на свободе И на его месте бы любой человек, который только, ну, хотя бы в здравом уме, он просто скроется, переедет, начнет жить Да, да, потому что его могут найти, его с ним могут поквитаться, да, мало ли что может случиться Вот, и с этой точки зрения эти все реакции, эти все ток-шоу, они не нужны Зачем бустить популярность твари какой-то? А с другой стороны... Вот ты же понимаешь, что это смотрят, ну, типа, если бы это не смотрели... Подожди, секунду одну буквально, тут довольно жилистое мясо вы взяли Вот Трес Это с одной стороны, да? А с другой стороны, ну, раз уж он уже вышел, да? И раз уж он живет опять в этом же доме, в котором он и истязал этих девушек Ну, почему об этом в таком случае нельзя рассказывать? И люди должны знать, кто живет у них за забором И я считаю, что безопасность людей в данном случае, она намного выше, чем рассказы о нарастыности оплаты То есть здесь немного про другое Ему заплатили за то, чтобы эта тварь потом, знаешь как, это сыграло бы с ним злую шутку Он получил деньги, вроде бы он выиграл А с другой стороны, его настолько распиарили, что этой тваре не дадут, скорее всего, жизни Почему? Потому что Ты думаешь, что люди у нас, типа, не дадут ему жизнь и прям будут как-то агрессировать на его тему? Мне кажется, что у нас на брод, типа, вот гораздо Сейчас, дожди, тут такая большая косточка Ее нужно Жаль собаки у тебя нету Сейчас бы такую сахарную ей выдали Потому что у меня есть собака Она очень маленькая Надо с собой взять, обязательно будет Не, ну он и так старый, там есть-то нечего Вот видишь, что происходит, блядь Угу, ну вот почти достал Так, к чему мы? К тому, что Картина пиздец К тому, что Вот по последним новостям Дежурят возле его дома Сотрудники полиции Да, типа, там же давали комментарий на тему того, что вот он выходит из дома и все И его, значит, за ним он там в магазин, в туалет, за ним что-либо сотрудники полиции не ходят Мне кажется, это все такой пиздеж Нет, не пиздеж Чел написал Ну, конечно, этому верить можно верить, а можно не верить Но он сказал, что Он там, этот парень живет, да, подписчик наш, и он говорит, что не охраняют не его от людей, а охраняют наоборот Короче говоря, его могут ебнуть сейчас Поэтому Мохова сейчас охраняют менты На данный момент Это пиздец Я считаю, что это полный трэш И такого в России не должно быть Типа, чувак Насиловал Все, все Подожди, давай мы с этим разберемся Да что такое это? Ёптишься Ну а как по-другому? Я просто это Ребят Трэш Дайте пять минут Мискота Вот два Потом это еще намеки О, вот это вот Вот это, вот это тема Вот с этого мы и сделаем Пельмени самые топовые Так, еще раз идем Угу 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 Вот оно, вот оно пошло Прямо жилистое Ну жил, вот это все мы уберем А потом Ксюш Угу Нееееидж НЕТ Пиво, пиво, пиво Пиво, 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 пиво Пиво, пуле, пиво, пиво Эagh мы на студии мешаем никому это вообще-то мой дом какая студия но она просто похоже да так на чем мы остановились то на том что охраняют его от людей они людей от него отложим да ну типа мне кажется что этот трэш по одной простой причине потому что блин чувак давай я положу а все отлично чувак насиловал женщин и его еще потом охраняют органы как бы государственные блять которые оплачиваются налогоплательщиками то есть типа из на вот и у тебя же есть и поэты разумеется налоги вот из нашего с тобой кармана понимаешь вот платят органам чтобы охраняли преступника да еще настолько аморального тогда мы с тобой возвращаемся к разговору о том что должна быть за какие-то серьезные преступления либо пожизненное вот пожили бы смертный но ты выступаешь за по за смертную казнь или заполняешь я как бы не то чтобы голословно там говорю вот давайте просто человек на электрический супа посадим и все на этом конец когда мы с никитой смотрели одну из серий криминальной россии там был эпизод где чувака какого-то не помню какого приговорили к пожизненную ой к смертной казни это где ну это где ну это у нас в россии нет все это у нас да какой-то чувак и он начинает возникать так мол как так что такое смысле я думал что мне там это я вроде как вообще психически там не уравновешены больными лечить надо а ему отвечает судья прям коротко вы абсолютно здоровые даете отчет своим действиям и вы настолько опасны для общества что вы не должны жить и вот так сказал судья понимаете да вот эта вот фраза что вы настолько опасны что вас и держать смысла никакого нету и отпускать вас тем более нельзя и лечить вас ну как ну ты считаешь что отправляет там в лечебницу на пожизненно таких людей потому что с ними ну явно что это не так мне кажется здорового человека не придет в голову взять выкрасть девочку и нас слушай я тебе так скажу понятное дело что любой из этих маньяков он человек нездоровый у реки тыс в психике но тем не менее они делятся на тех кто делал это бессознательно на этом состоянии типа как состояние эффект или что-то такое либо те которые специально выходили на охоту знаю что их могут поймать ну да у каждого из них разный мотив кто-то испытывал например от этого сексуальное удовлетворение но они все были в сознании то есть они действительно знали на что и блин может давай хочешь махнем давай махнем у меня он поострее обещаю купить нормальный набор ножей на следующий пул так вот слушай а почему вообще вы заинтересовались вот этой всей маньячной темы у вас что тоже там какие-то эти наклонности там все началось с того что я такой знаешь я купил гараж да купил гараж вот где я хотел тому знаешь там мужскими делишками заниматься типа подрочить ну да и в том числе на больше конечно хотел уделить там времени там тачки еще чего такой вопрос ты ездил на волге а сейчас на чем ты ездишь ну я человек не из хвастливых вот поэтому я могу сказать что нет конечно не такая хорошая машина но нормально ну когда ну что у тебя за машин в м в тройку это ты уже я купил когда стал блогером да да я купил но там тоже с ней на самом деле не так все просто я ее покупал в трейдин сдавал у меня же после волги было еще куча других машин там я купил себе volkswagen golf 3 тоже на нем 5 лет отъездил потом я продал его купил focus 3 тоже 5 лет отъездил но мне сдавал в трейдин пока он окончательно я бы так может быть на нем и ездил если бы небольшой пробег вот ну и в итоге поменял тем более что мне помогли ее купить опять же друзья саши ресторатора на тех бэх на которых он приезжает в начале видео ну помнишь да я туда сходил мне там тоже такой далее вот так о чем гараж так вот гараж собственно говоря я построил для себя и ничего такого там и для своей девушки да бывает там секс у вас но она бывает заходит ну так чисто красоваться вот и одновременно с этим никита мне начал рассказывать никита вообще очень эрудированный человек он смотрит постоянно смотрит очень много документалок у даже последнее время пока он болел к видам он не кучу кучу разных документалок накидал про того просил я конечно посмотрю но потом такой никогда не смотришь честно сказать ты права на ни одной но не потому что там это но я обещаю сюда посмотреть но что-то мы смотрим на самом-то деле потом обмениваемся информацией и мнением так вот почему заинтересовал раньше раз как-то раз нас уже порядочно ну как сказать заебало до снимать тик токи еще что-то и еще что-то вы просто начали для себя смотреть в нерабочее время криминальную россию просто вспомнили про нее а как там чё там я не помню конкретно и приходит старость начали смотреть просто вот криминальную россию и что-то я потом такой думаю были на там конечно много ебят мозгов этом криминальной россии там авторские права и вообще не как бы там по сути очень тяжело приходится монтажера чтобы эту криминальную россию выпустить но тем не менее мы выпускаем и мы посмотрели первый выпуск на моем канале сразу про чикатило зашли с козырей ой кстати люблю вот эти сюжеты да и короче мы посмотрели естественно я ребятам говорю что мол так и так вы же понимаете что формат пилотный до тестовые давайте как-нибудь новую обратную связь дадим и она была такой дикой миллион просмотров просто набрался как-то сам собой потом вторая часть вышла там тоже к нему подходила и мы что такие болеем и мы решили что выпусков много вот мы придумали эту идею вместе с никитой поэтому мы решили снимать по выпуску как бы чередовать короче мне видите мне некий и так собственно говоря и появилась криминальной россии а сейчас криминальная россия довольно плотно вошла вообще на самом деле мы угадали ты же видишь да сейчас конечно мохов вышел а мы это раньше то все начали слышу но мохов это очень как тебе сказать очень актуальная тема и очень резонансная в плане собчак потому что собчак все засирают потому что она собчак понимаешь я понимаю чем ты говоришь но тем не менее сейчас вот это все она как ну тот же чикатило до сериал нас выходит по четвергам пожалуйста как смотрите если нравится все сейчас это все возвращается так или иначе я не что и во первых вернее важно что эта тема она все-таки полезная то есть мало того что ты угораешь как бы с комментариев или не угораешь с комментарий нет с наших комментариев имеют сидим вместе с никита что-нибудь объясняем и люди например могут для себя что-то полезное подхватить но естественно основном не научпоп канал мы там многое хуйни говорим но в целом это полезно то есть не ходи там какие-то простые истины прописные там не ходи по парку там ходи по чаще и блять а что же я ходил по парку ну да серьезно в курсе то что я не знаю ты вообще как москвичка да 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 я в москве родилась в москве выросла но у вас там вообще как родители те говорили что можно ходить по домам нет и чем у меня родители у меня короче что мама что папа они супер такие знаешь зайчика она под раковиной вот прям первую полочку открываешь вот они мне всегда говорили типа не смей никуда ходить там типа всех опасались все плохие все могут тебя обидеть у меня такие знаешь родители были ну и что и ты хочешь сказать что то этим советом не следовало слушать ты знаешь мне всегда казалось что мои родители слишком озлоблены что ли на этот мир я не могу сказать мне значит и по родители в момент когда я росла были какие-то ну не самодостаточно же как плохо было в семье все было хорошо но из богатых да блин ну я не могу сказать богатый средний достаток такой был дошим мы ни в чем не нуждались у нас квартира в центре продукты всегда два холодильника забитые дойдут ахматики было до 2 но это не ну это не но среди здесь холодильник когда она видна это же такой же у меня крепкий ну блять но это все понимаешь это приходит и ухлая секрет сколько комнат было минимум 4 у нас у нас жила сушим мы жили в двух комнатах мама с папой в одном из братом старше в другой соседние типа в другую комнате жила прабабушка и в другой комнате еще жила прабабушка потом они но естественно померли ну и все а потом в 4 комнатах я не могу сказать богатый потому что у меня потом ушел отец у него закрылся автосервис типа этому мамы что-то с головой траблы начались денег не было вообще ну то есть даже на одежду нормально вот мне было 10 блять я не знаю сейчас мне до 2010 где-то вода дал никого не будет вот так сушен я думаю что тебе пора уже фарш начали года смотри я как раз давайте сейчас подытожим и мы все-таки вот это нихуя кого занимаемся я вот это вот мясо я думаю что его можно пока оставить я достаточно сделал много на данный момент я тут отделил от жилок всяких я думаю что это можно перекрыть зачем в пельмени же хорошо жилки жирненько бы вкусненько я думаю что они просто будут бывать жеваться да все-таки перед суп пельмени быстро поесть взял закинул проглотил не заглотаешь так просто так чё чистили эту да я не знаю артём солнце мимо чистили старая вот у меня было по миничистили ее нет она грязная нужно ее разобрать и почистить ножи ну ёбану рот чек голубцами с говном меня решили накормить блять ты ее не мыл трэш минус десять очков гриффиндора ёб твою мать вообще она должна как-то разбираться еще до конца до самого блять это пиздец как вот как автомат калашникова просто разбирается реальный какие-то голубцы с говном дело ребят если покупать на авито технику советского союза это разограммой да хорошо мой господин это чисто вот это слушай но ты ты же начинал со скетчей да вот и перешил перейти на обзоры вот как-то у тебя это такой резкая смена произошла и причем не один юлик же тоже делал очень долгое время скетча он тоже перешел на обзоры не заходит боль наверное больше да но первым а вот снял пародию на беременную 16 же блять шедевр а когда отреагируешь если знаешь что я беременна нахуй пойдешь сразу мы вместе с никитой писали это тра это лучшее что вообще мне кажется есть на русском youtube именно из блогеров ну после сатира я считаю что скетчи которые сделаны коллективно ну например мы с никитой вместе делали не только беременна 16 нас было потрясающее шоу которое называлось в тренде человек перевернувший мир басты ты чё фраер ходишь ты так кучерява вышло достаточно много выпусков вот но она заглохла как раз таки из-за того что людям интереснее смотреть реакции на популярное шоу ну для кого говно для кого не говно но факт остается фактом что youtube конечно не телевизор но все-таки имеет смысл делать то что будет приносить тебе прибыль ну в совокупности подписчиков прибыль хорошую хорошую обратную связь вот и понимаешь да короче чтобы у тебя был контент в теме так сказать скетчи они в теме только тогда когда они дорогие с хорошим наполнением дорого короче это дорого это очень сложно сделать смешной скетч когда ты должен уместить его допустим в одну-две минуты а я умещал их ну в основном старался уместить в 30-40 секунд и тиктокеры такие мяу которые зарабатывают на этих скетчах сейчас огромный да но понимаешь действительно качественную шутку запрессовать 40 секунды и сделать это каждый день это довольно сложно и поэтому лучше выпускать самый золотой вариант это выпускать на данный момент по крайней мере как я для себя решил реакции раз в три дня по возможности не имеешься что это ну этот вообще сегмент youtube он устареет рано или поздно надоело стареет рано или поздно это все устареет я за это абсолютно переживаю потому что ничего не вечно и как говорится когда вот сломается тогда и будем и будем плясать потому что зачем лезть туда где ты пока ничего не можешь более хорошего придумать что сейчас делать фильмы снимать или может быть какие-нибудь скетчи выдумывать если сейчас людям и так-то большинство людей это подписано у меня большая часть людей подписалась собственно говоря уже в момент когда мы делали реакции а если они подписались на реакции значит они хотят реакции но ты думал о чем-то более глобальном например какой-нибудь ты знаешь я всегда мечтал о том чтобы у меня был на автоблог я не могу похвастаться что я может быть там знаешь все знаю про машины но что-то да знаю и есть что рассказать одним словом вот я очень бы хотел знаешь заняться может быть каким-нибудь проектом что-то типа может быть реставрации вот может быть постройкой какой-то машины на базе ебучей девятки я думал скажешь постройка как знаешь эти индусы которые из говна и бассейны я прям представляю как ты знаешь каком-то зимбабве все это выстраивать а кого сам вообще смотришь и возможно из автообзоровщиков кого-то я не знаю ты знаешь я смотрю если что я тесто делаю на отъебись на глаз да я понимаю я вижу я уж не я лучше не сделаю даже не должны думать все отлично я однажды за свою жизнь пересекал я смотрел вообще шелкова максима человек который живет давидович и смотрел когда-нибудь нет никогда не любил смотру и все что с ней связано потому что она слишком пафосным на мой взгляд они немного не по делу говорят я кто больше интересует технически какой-то контент знаешь там типа тачка чудо там про нее там такой-то год там наш как-то более по конкретике там давидович едет бежмет на гашетку говорит но это не по кайфу но я не понимаю просто короче больше за да 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 какое-то дело да еще что-то я вот смотрю на самом деле несколько каналов вот именно если как что касается авто тематики есть максим шелков такой чувак который типа авто криминалист но я даже с ним однажды пересекался в жизни авто криминалист да то есть если там машина в угоне перебиты номера к нему обращаются люди он на канале снимает как бы про это репортаж да довольно интересно но он там вообще за ним не повторить никогда я столько ты сам не шелков но смотреть интересно вот я его смотрю академика какое-то время смотрел вот но естественно я не говорю там про наш всю питерскую тусовку естественно я смотрю я даже пересмотрел вот наш интервью с моховым потому что ты смотришь собственные видео ну да конечно потому что самолюбование зашло в чат так смотри пробуем да ну да 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 я все помыла надо обязательно так вот делать чтобы не выключил свинину так ну-ка есть очень большой нюанс нельзя ли чтобы ни в коем случае пальцы пальцы конечно но пошел все настроили все работает ну слушаем просто не замок оттуда течет просто кровь это ты подожди это пока еще все вот эти вот шнеки не на пол на поле сейчас прокрутится и потом пойдут эти вот говняшки ужас вот смотрю да сложно сказать я даже смотрю там совсем маленький канал и какие-нибудь там ну какие или тысячи подписчиков ну типа какой вот твой самый любимый потребляемый контент на youtube вот который ты смотришь чаще честно скажу обзоры на машины так дыма рублей сири он чувак который да вот снимает обзоры который живет в штатах у него несколько автомобилей я чаще смотрю его вот все остальное ну я не знаю я вот честно говоря такой человек который наш год от года на себя не похож пока строил гараж смотрел блять канала где строй когда у меня был ебучий ебучий гольф 3 смотрю канал где ебучий гольф 3 чит потом я увлекся коллекционированием блять машинок в масштабе атик 43 я смотрел коллекционеров блять потом я смотрел канал про фильмы потом я смотрю да вообще похуй на меня не равняйтесь вообще них суши я че-то не могу понять идет да нет идет 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 слушай можете какую-нибудь залупу дать чтоб ты давил этой залупой слушай нет я и так давлю просто я не знаю может быть такой уж какой-нибудь ложку тя дать мне ничего не надо руками самое то уверен точно те говорю тебе клянусь руками самое то все все она проходит ну видишь вот эти вот уже сам напросился сам причем попросил же советскую вот эту мясорубку получить распишись она бы не работала твоя электрическая потому что эти жилки они бы все забились потом туда и еще бы не работал ну вот и крути давай стой ради бога слушай а как ты относишься к тому что кстати во первых скажу что я уже сама не могу два года машин все купить тоже не могу никак себе выбрать хорошую а во вторых как ты относишься к тому что многие люди считают что вот ваши обзоры это немножко снопское такое отношение к тем людям которые снимают вообще эти шоу на которые собственно вы и делаете реакцию ну что это как-то типа кринж и вы ржете над ними ну типа но боишь надо бы знать кто конкретно об этом говорит потому что зачастую выдавил фарш и на один пельмень не понимаете как бы в этом тоже есть смысл потому что мы это делаем постарайтесь слушай ты бешка бы фашки тут на самом-то деле выходит ты уверен что ты правильно там все поставил сону то у тебя нет теперь нет а мне так нравится что да а а а а это моя угрожде сейчас мы надо может и не той стороны лезвия поставила пойду пока тесто разминать скорее всего у меня получился такой комок теста из двух яиц прошу пожалуйста внимание похвалите мою женщину мою женщину мою внутреннюю богиню сейчас из этого говна мы будем делать тесто для пельменей суши закисло ёбану давай мы просто купим сейчас каких-нибудь этих блять попроще что-то сам хотел нам даже для понимаешь нам даже для котлет нам нужен фарш не понимаю просто что такое наживистое может быть в этом причина трэш ну да так почему машину ты можешь купить что блин типа значит из разряда ты копишь там миллион это будет первая машина хочу убрать с рук сто процентов я знаю что я врежусь еще что-то вот связались с каким-то говном реально ну вот типа думаешь ну вот накоплю миллион за миллион все возьму потом смотришь машин думаешь ну блин ну вот за полтора и за счет и вот так вот возрастает 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 и я прям такая мечусь хочу 7 mercedes или audi audi тоже я тебе так скажу вообще и lada vesta хорошая машина если нет никакой ну это факт слушай можно и на картонной коробке для на колесах поездить понимаешь слушай антон если конечно устал мы можем заказать купить эту мясорубку но она же должна работать почему почему это так происходит это потому что мясо жилист до 100 процентов так и есть слушай давай может выпьем давай доставай еще корону одну в натуре слушай она прямо ну вроде как и и розетта так никакого и запикаем а вам нравится что я с двумя кусками тесто просто вот так в руках хожу какая тетя чуть-чуть какой тебе как бы уже я буду надавил ровным счетом нихуя есть да здесь нету а в блендере мы сможем измельчить чего прослушал за в блендере ну блин ну давай как-нибудь это и я тебя давай короче на иди разомни тесто попробую это говно сделать лучше вон там вот это делать тоже здесь многое ну касси блядь походу знать задач не не поселуй бать как считаешь не буду сейчас все сделаем а ты подожди а ты хочешь к а я знаю когда я знаю как надо делать именно мы раскатаем это тесто на вот эту площадку и будем на перевернем вот так вот будем делать ровные кружочки как да то есть я должен раскатать сейчас чтобы она была полностью слушаем мне кажется что реально другой стороной это все стоит это нужно раз нет там просто скорее всего такое же не это мясо что она застревает в этой сетке не она просто выходит ребят вов ты можешь подойти посмотреть да ну нахуй давайте паузу ребят вот этот бля сейчас бы кому-то было трэш класс тушь не рыли мы все это время крутили не туда это круток не тут реально ты серьезно я не знаю но она прям плотненько засела казалось бы как можно сломать советскую и вода или смотрим то я хожу значит давайте хоть знаешь я сейчас понимаю что вот сибирская коллекция не так уж и дорого стоит когда я хоть забыл какой стороной я доставал не как думаешь слушай я думаю вот сейчас правильно да или все же нет я открыла тебе пиво наверное так да да потому что она должна давай хотя бы попробуем попытка что закажем готовый фарш и таки ой какая потрясающая советская мясорубка да у нас не получилось вот в советском союзе умели делать вещи не то что сейчас миллениалы опять придумали мясорубку и так далее и тому подобное прочее говно а ты какого года я 97 точно ты прямо вовремя родилась ребят походу вопрос или нет так подожди не радоваться или нет посмотрим подожди секунду все во все пошла родная наконец-то мы крутили 40 минут в другую сторону выпуска реально крутили крутили чтобы блин у нас чтобы выходил фарш мне нравится что я типа тесто уже смачиваю просто руками потому что мне кажется что туда нужна вода я не уверена в этом но просто она так мнется лучше я слушай ты знаешь все таки машина радовался все равно как-то вроде проходит а потом берет и обратно выплевывается не ну главное что уже пошло понимаешь это уже мне кажется мы справились половиной всего потому что то что мы с тобой 40 минут тут это трахали эту мясорубку несчастную это очень так подожди так подождите я напилась да это твое это твое все твое все пиво который ты видишь это только твое ты сказал что у тебя есть женщина расскажи поподробнее кто она что насколько вы вместе почему ты и не светишь люди так любят все вот это вот love картину ее зовут любовь он им красивая да мы познакомились с ней на работе тоже вместе работали с ней в айпорте вот очень долго вместе получается но мой долг давно друг друга так сказать знали вот встречаемся вместе уже брать почти три года так вот ну и вот это так а свадьбу дети как ну вот делаете да я думаю что планируем но тогда когда решится квартирный вопрос потому что я на данный момент но после покупки автомобиля у меня важная цель покупка квартиру без нее я считаю как бы знаешь пока не определиться потому что если дети на свадьбу это же дети просто бы сыграли знаешь такой нет я считаю что бессмысленно ну не то чтобы с бессмысленно надо как бы да сразу все дела за раз делать ну как-то не знаю может быть этот подход уже знаешь 30-летнего мужика не может быть здравый подход потому что ну лучше узнать чтобы это и лужайка была для зайки ну да но я просто знаете как бы тоже не хочу там загадывать заранее вот по этапам все идет вот сейчас будет уже 2 ипотека в моей жизни которую я буду брать трэш реально я уже брал одну я ее закрыл а первый для кого брал для себя же просто тогда я еще не был видеоблогером так подожди так у тебя есть квартира я ее продал а вот то есть когда я не был еще видеоблогером я купил квартиру и такую на которую хватало денег на тот момент она была даже не в петербурге она была в пригороде вот и мы там тоже с любой с родителями советовались мол далековато конечно нам будем ездить а потом пиздец наступил там построили там сапсаны ходят в общем и хуй доедешь до города это тяжело ну короче говоря она построилась мы ее продали его сейчас вторую потеку собираюсь брать там уже наверное будет как бы итоговый результат покупка квартиры более блять слушай короче заказывать ваш фарш я не знаю похоже на него нет вот это похоже на я что это нет это какое-то это уже каша какая-то ну а это не срать запихли помене с и что я вам для фарша лук нарезал реально есть не будет слушай может быть раз у нас типа особо тесто да не не получилось а что случилось не такое лепишь до горбатого как говорится ну такое бывает давайте ты покрути о чем вообще вопрос сейчас почему почему ну типа мы нет вроде она как бы получилось но я как бы не уверен что она съедобно а в какую сторону ты крутишь в часовой стрелке я знала что давай его раскатывать и будем как и получится как ты отнесся расскажи к тому что хованский стал ёбнишься как тяжело помощником депутата но я просто такой типа блять хованский ну ты сам понимаешь апгрейд понимаю но не я просто не понимаю что тебя возмущает в этом вопросе меня не возмущает я просто тебя спрашиваю как ты к этому отнесся совершенно нормально просто видите в чем дело я по крайней мере когда к нему приезжаю в гости я иногда вижу депутатские запросы которые он отправляет какие депутатские хочу больше пива но помимо да помимо этого юрий михалыч получает какие-то а у меня очень фарш то идет никто не скажет нет быстрее крутишь идиот да смотри видишь может впизду это все и мы знаешь что что дальше убирать и мы пожарим мясо просто сделаем стейки уже и не будем давай давай зажарим вот это все что я вот это самое на кромсал на кромсал да картошка нужна есть картошка . лучок я вижу вот его зажарочка вот я лучок уже нарезала более сейчас мы все ребята пельмени отменяются реально у нас все пельмени все пошло по одному месту все наиболее а у нас есть макароны правильно же я понимаю может быть да давай тогда мы спросу с макаронами может быть мы сейчас тобой если я найду макароны у себя дома мы да у нас есть макароны да у нас есть макароны мы можем сделать чтобы знать что макароны по-флотски все давай это самое вообще могу да помочь ты даже нечем да да просто ты можешь болтать рассказывать о себе и так далее так значит а почему-то необычный помогаю блять ты не рассказал почему ты девушкой своей не светишь нет я не то чтобы не свечу я во-первых считаю так у любы есть свое дело зачем она занимает мастер маникюра то будущем мы хотим открыть вместе с ней какой студию студию до помочь очень хочу и помогает вот на первых этапах вот и не то чтобы не стремиться быть публичной личностью она уходит немножко в другое она хотела бы наработать клиентскую базу и когда вот будет место где можно будет открыть до открыться я тогда ну я надеюсь что к тому времени еще моя популярность будет достаточно чтобы помочь этому месту под раскрутиться вот логично же это я считаю потому что потратить силы лучше на какой-то конкретный объект так сказать чем просто ну подписчики которая есть но они висят и они не работают я думаю что это будет наверное ну не то чтобы правильно ну как-то блять вот ну у вас получается прям ипотека короче и значит я мужик по 30 понимаешь ну ты уже я бы я вот мужичка превратился блять набрал вес все ипотека 2 набрал вес или набрал я очень сильно набрал и я набрал и от того что не слежу за питанием да потому что ну достаточно много мы работаем я думаю что я ну ем чу попала чупа вернется ну чё ты ешь обычно мне просто тем похудеть очень больно тема я тоже набрала и если я дома я ем еду домашнюю которую готовит любо того что попрошу там пельмени свалитель еще что то есть но я обычно прошу всякую там хуй и не сложно я вообще ну такой ну ты не привередливый вообще похуй а вот котлеты с пюрешкой я могу есть в отлево меня надоест давайте перейдем например на перемене надоело давайте макарон ну очень такое все но если нет то ну чем мы едим все что закажем с ребятами а ты большую часть времени с кем проводишь с ребятами или с девушкой у меня девушка она поставит сама на работе от все на самом да и очень мало выходных дней поэтому проводим время просто вечером вместе ну вот очень мало совпадает вы совпадает чуть поделаем короче чем мы в итоге делаем мы можем сделать конечно макарон по-флотски у нас очень мало фарш поэтому я предлагаю либо мы типа все что есть делаем из этого меняет маленькую такую тарелочку макарон по-флотски так 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 и сделаем так и макароны по-флотски за корону по-флотски до для этого фарша суши а без фарша что можно сделать то что его нет просто можно сделать просто стейки я прямо сейчас их залью сами стейки ну типа да такие небольшие отварить макарошек нарезать помидорку красивые как будто бы давай давай блюдо знаешь которые все я просто прошу тебя можно ли бросить вот кусок вот этого мяса на сковородку и он приготовиться и можно к макаронам подать да да конечно сделай вот не почему на мясо вообще говядина она жарится очень быстро на всего хорошо они еще куски красивые такие но я имею что они не особо жилистые опять же ну да ты все срезал ты вообще молодец сейчас мы вот так вот их прям в своем сосе ну а с этой ебучей мясорубкой я конечно объебался конкретно ну что поделать со всеми бывает ничего страшного они прям будутся так про питерскую тусовку ты сказал что ты прям член питерской тусовки но собираешься ли ты например переезжать в москву все таки в москве больше возможностей больше знакомств каких-то или вы просто особняком там знаешь засели и вам вот хорошо вместе они предлагают кто а вот ты смотри ты мне предложил я сразу приехал ну я же не отказался я ведь не сказал что я не приеду мы собняком держимся я не против одежда конечно вот это если будут приглашать я приеду просто понимаешь как бы я именно вот как напроситься давай вместе что нибудь сделаем писать кому-то наш шар у кого-либо просится я не знаю просто вот понимаешь у нас взаимоотношения между городами они вообще не налажены никак не налажены вот у вас есть своя тусовка у вас есть тусовки среди тусов правильно а кого с кем общаешься ты там петербурга например да дримеры мы вроде как ну не мы не то что прям общаемся конечно но мы подписывали друг на друга ну слушай я и в москве-то особо ни с кем не общаюсь я держусь особняком вообще в целом от блогерской какой-то истории потому что искать от сокров открыта для общения кто хочет с нами общаться я бы так не скажу что в чем проблема нет почему ты хорошо но там ты открыт но давай мы не будем отрицать что в целом питерская тусовка производит впечатление того что вы вот вы такие молодцы вы держитесь особнячком так а там больше никого нет петербурга очень мало людей вы всех срете ну ну и кто и все с вами должны как-то что я не понимаю но присты берешь мы очень приветливые готовы там с кем там мы и я просто не могу припомнить к однако о мы прямо наскочили настолько что но это время руслан тушенцов является питерской тусовка или нет хороший вопрос выдавая тушенцов агрессирует например всегда очень многих и она почему руслан тушенцов должен за все питерскую тусовку отвечает вот лично его мнение оно может не совпадать с мнением меня нет но понятное дело но вы же как одна банда получается то есть вы как бы условно вот так у нас в любом реакции может посмотреть у нас не обязательно что должна быть точка зрения на этаже может сказать вот этот чувак долбоеб а другой который сидит рядом может сказать что я напротив такого чувака вы считаете долбоебом вот это вот это вопрос вообще невозможный мы вообще не подумаю а подашь тарелочку вон там вот есть тарелочки плоские страшно мы изгодили все что могли у нас меня подгорело даже мясо спасибо большое хотя затрудняется ну типа ты никого не считаешь зашкварным но так как мы делаем в основном шоу вернее реакции на телевизионный шоу то я могу судить только по ним а там это все актеры поэтому вот смотри ты сказал что вот типа вот вы не об ответе за то что вот кто-то из вас говорит там про каких-то других блогеров но опять же хочу заметить вот тот же тушенцов мы так и не выяснили является ли он частью плой питерской тусовки но вот то что он как он например прям но открыто хуесосит аню покров типа зачем сегодня мы вместе с великом избимой будем смотреть новую работу они покров кучу пабликов поздоровили конкретно меня то что я назвал толстую девочку но я тебе уже говорил до ролика мне честно не жал что она жирная причем кстати тушенцов сам блять сейчас как грузовик блять размерами но что могу сказать тушенцов он всегда был достаточно токсичным плане реакции ну ты как к этому относишься с армами то есть и в этом не лично их дела ну почему я считаю так если они уж ну как бы у него есть что сказать пускай говори если к нему будет претензии пускай как бы из них выкручивается разве нет не ну понятное дело но просто из-за таких вот историй как например с услану тушенцов он то что вы там делать обзоры где вы высмеиваете типа блогеры боятся даже ну и не знаю как с вами да не то что боятся они не хотят сами на какой-то коннект даже минимальный меня не от кого такого не слышу так все же не слышал я такого понимаешь кто к тебе подойдет и скажет ведете вы себя как хуйланы и вонючие не хотим с вами дружить общаться это же нутблогерский мир ну вы это вы нас обозвали хуйланами ну я обозвала ну я я просто сказала что может быть так кто-то скажет так никто не говорит пускай пишет может а мы хуйланами тогда поговорим не ну ладно ладно все беру свои слова обратно ну короче москву ты не собираешься переезжать нет здесь мне пока никакого места нет тебе по кайфу до санкт-петербург я сам петербург поэтому зачем расскажи тогда про родителей своих чем они вообще занимаются потому что они кто же ничего не известно достаточно простые люди я могу сказать что мама уже на пенсии как несколько лет она продолжает работать она работает торговли по-прежнему хотя торговли в каком плане работает супервайзером это что такое для тупых это когда ты закреплен за какой-то организацией у тебя есть несколько людей которые работают по разным магазинам и ты с них собираешь отчеты контролируешь работу каким-то образом но одним словом как бы ну контролируешь я поняла да вот отец у меня все время работал большую часть своего времени он работал водителем но не дальнего там не дальнобойщик ничего такого с но по городу потом у него было несколько автомобилей газели вот он сдавал их в аренду а потом это все прогорело почему ну я так понял что наступил 2008 год тогда я так понял что заказа было совершенно мало подорожал бензин и перевозки они стали знаешь как будто бы нужны только всяким крупным компаниям типа грузовичков появился появились газельки на всякие прочие отчасти стали не нужны вот и поэтому мой отец сейчас занимается инструментом специфическим для ремонта автомобилей всякие ну там вдаваться в подробности я не буду но почему такое вы продвинешь папу поможешь ему бизнесе почему нет какие отношения с родителями ты сказал что у тебя вроде в какой-то там был период сложный но он был сложный наверное больше из-за того что какой-то момент как у любой семьи случается кризис денежный а в какой-то степени кида габбов лукчук ровный на кадре чек-то сказать не она наделая крутила вот это вот нормально гордон раньше не дожарено брать это медиум прожарка братья не смущает что вообще-то тоже тут есть слова брата лица макароны кстати ребят да нормально нет отношения с родителями хорошего так ну хорошие но ты проскал был сложный период он был прошел какое-то 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 время но естественно на денег было мало приходилось там как-то крутится но выкрутились в итоге вот на данный момент реально говно попробовать нам дам просто говядина в своем столбе это отлично отличными с чем припиздит реально из добро ахи он блин ну конечно не грустно что у нас пельмени получите то что я прям представлял как мы будем их пробовать думал ну ничего страшно но чего подвела нас вот эта хуйня мясорубке проблема короче тебе нужно ее открутить в жопу пошел то советская мясорубка мы миллениалы вот и мы говорим до технологиям это что говорит что вот эти жилки вы не прошли херня я помню не прошли бы то что процентов я помню как я смотрел дятла вуди все время да и мне мама горит значит все такой не давая типа отходи сейчас поможет накрутить и дальше будет свободен а так можно делать да ты просто остужаешься я помню я крутил достаточно быстро фарш на такой же мясорубке но я помню что приходилось иногда откручивать и срезать изнутри жила и видимо в этом все проблеме жила надо срезать это сто процентов да да лучше помой можно достать как-то ведро целом слушай ну вот ты сказал то что у тебя в основном готовит любая девушка да 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 а как ты вообще относишься к стереотипам чтобы типа женщина должна готовить вот если бы люба не готовила ты бы сам готовил возможно ну я достаточно долго жил один вот и я готовил тебе так и не скажешь такой знаешь я про мясорубку все смею из горячего да а нет холодная не не я достаточно долго жил один вот и я сам себе готовил но я готовил на самом деле знаешь всякого еду быстрого приготовления вот типа перемене там знаешь всякие там котлеты уже готовые по аппарикад одним словом вот и я не умеет готовить вот женщина обязательно должна готовить вот если ты не готовишь ты не женщина как открутить то не я думаю что это хуйня полная ну а если у тебя жена не умеет готовить допустим просто такой да пошла в это терка на хуйня жена не умеет например готовить или например но она вот типа не хочет может быть и такое я думаю что это вопрос погоды в доме просто напросто какие отношения ну то есть я просто я клоню к тому что как ты вообще в целом относишься к стереотипам по поводу женщин и серии что ты должна блин быть нежный там нет не отношусь я к их я считаю что индивидуальность в человеке да она должна присутствии каждого человека стандартизировать что ты должна на вот сделать так как делаю все это неправильно что-то делать можно хорошо например да можно делать хорошо если ты плохо делаешь значит и наверняка делаешь где-то в другом месте что-то хорошо правильно я нет никакой критической точки серии что я если делаю она была я честно тебе признаюсь у меня была такая мысль какое-то время до что вот например нужно найти девушку которая будет готовить срать убирать да вообще все делать а я бы там ножом загадок и знаешь это достаточно было ну достаточно мне было от родителей съехать и по и самому пожить и может быть несколько раз оступиться в каких-то отношениях как я понял что 30 годам багаж какой-то опыт и копится и потом ты понимаешь что что но это на все есть компромисс на это правда поэтому 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 вот так вот хочу делаю а ну не 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 это тебе кстати поговоря подарок а да ты что я тебе серьезно говорю это реально подарок тебе будет перевес в аэропорту такой обзор у меня такое придыхание было конечно трэш вы делали обзор на пушку делали у меня такой вопрос ну ну я я ушла с пушки я больше не ведущая плода до окончания видел вот у меня вопрос почему делали обзор типа потому что вы ржали типа надо мной или просто потому что гости были кринжевый или проект какой-то не знаю потому что это обзор среди именно трэша я имею ввиду я выпуск не смотрел но говорят меня много в чем обвиняют обвиняю тебя обвиняют меня слушали юлик да я прыгался я слуху в жизни своей не сказал знаешь по ситуации было то есть по ситуации в каком плане то есть что мы из последнего делали там какая-то довольно юная девушка я забыл как ее зовут а вы делали на лизу по-моему анохину да вот она вот именно вы допустим конкретно этот реакт он был по личным соображениям взаимоотношения между юликом и лизы понимаешь как вот на каждый реакт у нас было какое-то объяснение я вот могу как бы в теории в принципе на каждой насти найти объяснение но они не рандомные габи хорошо габи например обзор на габи вы делали это просто хайп то есть это просто зависит от уровня популярности этой темы артур бабич например почему делали на бабище по-моему мы делали это вам один из первых выпусков вообще который мы делали на пушку мне кажется он был типа тестового ну ну хорошо ну вот например вы делали еще обзор на хесуса вас захейтили в коментах вы сделали очень токсично пошел туда с другом геем и другом не геем хотя он был геймбаре и вы там нашли некий лабиринт и испугались вы знали что туда идут заниматься своими вещами верно верно на самом деле мы не преднамеренно сделали это но этот хейт да вот на самом деле мы говорили ну наверное наша была ошибка в том что мы говорили то что думаем вот и ну просто понимаешь как бы вот я вижу какое-то странное стечение обстоятельств которое просто ну вот у хесуса было однажды там сказано там как он ходил в клуб какой-то какой-то лабиринт пошел понимаешь просто не пошел гей-клуб я просто проецирую на себя вот эти все ситуации просто я вот знаешь думаю настолько ли мне интересно было бы узнать что в этом лабиринте находится понимаешь а когда увидите что там произошло происходит туда выбежать а потом а потом обратно опять зайти у меня просто в голове есть какие-то получались типа нестыковки зачем почему из-за чего он возвращается ко мне была мотивация может быть слишком глубоко лезем да вот в эти вот какие-то но вы говорили о том что хесус гей правильно же правильно мы говорили это нас на основываясь на том что он говорил сам то есть ты считаешь что натурал не может пойти в гей-клуб и сам бы ты не пошел даже ради интереса я правильно понимаю то что я бы не пошел в гей-клуб я но у нас есть центральная станция я слышал что там по четвергам не гей и туда можно ходить а по другим дням туда нельзя ходить там гей тебя просто неправильно поймут наверное просто потусал может быть молодежь сейчас ходят им без разницы не говорят что кузьма там сзади бушует и говорит что он может классно спеть пускай споет антон может спеть говорит никита может я могу а что что ты хочешь когда самая любимая песня за последнее время допустим это так да это так сосать это талант не да очень другое военные им песни кузьма он говорит военные песни давай да нет а давайте лучше вообще еще нибудь о давайте своем может быть маленького она напомни возьмите к нам подожди давай вот например прости меня за все мосты что за собой сжигал прости меня за все цветы что для других срывал но мы построили с тобой последний хрупкий мост за возвращение любви я поднимаю тост выпьем за любовь а у тебя пиво закончится трэш стой давай сейчас еще раз сейчас будет еще раз я же это пиве потерялась серёг ты пиве выпьем за любовь за любовь как дрожит хрустальная слеза выпьем за любовь так я пока макароны солью в жизни важен первый шаг слышишь над страной у ветры яростных атак и вновь продолжает собой и сердцу тревожно в груди и ленин такой молодой и юный октябрь впереди ну как не стыдно ленин в вашем же городе еще выше затянуть не мог эти штаны понятно это было потрясающе реально до слез вот вот где ты так научился петь это занимался я люблю караоке реально ты любишь караоке очень да никогда мне был я никогда не был в обычном караоке обычно вечерком я иногда пою люби всякие караоке песни на ютубе я пою как она к этому относится очень хорошо она любит когда пою я пою ей за глаза твоей карри потом я пою и вот этот весь репертуар практически этого самого блять блять мест на нашего чеширского кота как его я забыл для маленького вот потом а чину тернер пою а ну-ка давай тину тернер а это надо включать телефон я просто не могу так вот тебе там надо это тина тернер голден ай один из моих любимых фильмов которые джеймс бонд который был вместе с пирсом роудсоном вот это хорошая песня да много разных в основном я выбираю по настроению я даже как-то раз пел в реакции катана и джо разведенку еще разная песня так раз в джонка ты моя разведенка а вот это же воровка не шалова я такая фактор 2 до какой-нибудь это как они называются эти кто бы одни воровки воровайки открой майонез иначе у нас не получится истинного а ну-ка так когда ребенка то откуда я знаю ну типа когда ипотека Ксюш ты спрашиваешь такие вещи когда вот когда когда блять когда как мама моя ну я мать ваша тогда когда купится квартира тогда когда сыграем свадьбу тогда когда понимаешь как бы все тогда когда своему всему свое время я считаю ну то есть ты еще не планируешь да люби делать предложение в ближайшее время но этот реакт будет ой реакт этот реакт это будет смотреть Люба и на такие вопросы я отвечать не буду а люб если что у тебя замечательный молодой человек правда я просто не хочу знаешь ну какие то заранее делать там заявление поэтому я считаю что нужно просто этого дождаться и всего так я хочу конкретно в этом случае сам знаю когда надо окей не лезу это типа правда так во первых я хочу вам продемонстрировать пожалуйста самое настоящее русское блюдо это макароны а с говядиной помидоры мы сверху майонез тут значит все очень очень красиво слушай но я я так надо попробовать можно так возьму вилочку пожалуйста максимально вилочка у меня в руках твоя она одна всего у тебя на твоей квартире да у меня я просто одинокая тупая тварь и вот я живу одна в общем то как ты считаешь вот мы сейчас будем пробовать и ты параллельно можешь мне рассказывать как ты считаешь почему ты понравился аудитории как ты считаешь ведь не каждая заходит ну на самом деле это сложный вопрос для меня потому что я себя никогда не ставил высокую планку во первых потому что на данный момент насколько я вижу мой удел съемка реакции а когда это уйдет чем будешь заниматься ну вот я уже говорил как это уйдет так и буду думать но честно признаюсь может быть я конечно сейчас кого-то обижу но для съемки реакции в общем то наверное не нужен очень большой талант и не нужны какие-то специфические данные поэтому даже сложно представить почему люди на меня подписываются возможно потому что иной раз я говорю то что думаю мне кажется потому что просто по тебе видно свое мнение скажу по тебе видно что ты умный парень типа вот что тебя отличает отличает например от того же юлика и например кузьмы они прям знаешь вот не в обиду им сказано они прям по дегенерации ржут вот прям знаешь вот знаешь вкусно да я за сегодняшний день очень сильно проголодался спасибо большое несмотря на то что мы обосрались те рецепты которые могли сделать получилось реально ребят вкусно а по тебе видно что ты начитанный то есть ты прям интересный ты супер развитый можешь поддержать любой диалог за тобой ну тебя интересно слушать что немаловажно потому что мы когда балдежный подкаст записывали я прям я прям ждала когда ты что-то скажешь потому что меня аж ну прям захлеб тебя хочется слушать слушать и слушать слушать и слушать знаешь если что сказать я скажу на балдежном подкасте затрагивали такие темы на которые возможно было не особо в курсе ты же поняла что я смотрю там довольно узкий как бы кругозор как бы или как сказать спектр каналов а в том в чем я разбираюсь я могу вам порассказывать побольше ну как и все мы мы когда в чем-то разбираемся мы всегда можем такой трач здесь реально была бойня я хочу выпить короче давай выпьем да ну во первых я хочу поблагодарить да мы еще не прощем нет прощем да мы уже прощем уже времечко тик-так не ну давай короче сейчас вов мы заканчиваем я предлагаю так подожди я тебе говорю я предлагаю выпить а он бухает я просто не понял скажи что вот от тебя ждать в ближайшем будущем может быть ты помимо реакции которая уже объективно уже заебал что-нибудь будешь в планах ну хорошо давайте так есть у меня определенные личные дела которые нужно закончить а именно покупка квартиры вот эта вся ипотека это остается как бы конкретно мне но это немного держит меня в плане развития потому что я считаю что на хороший контент нужно тратить действительно хорошие деньги все-таки я не теряю надежды на то что у меня будет свой второй собственный канал на котором я смогу воплотить свою мечту и сделать какой-нибудь автомобиль для себя для может быть тех людей которые будет интересно потому что у нас как ни странно на питерской тусовке у каждого человека есть свое собственное хобби оффлайн ты имеешь ввиду оффлайн никак абсолютно не связано вот у меня там какой-то сборка и коллекционирование там моделей кстати большая трагедия случилась у нас у Юлика у Юлия Саныча в руках взорвался робот он сейчас занимается пайкой и у нас слеп на несколько дней поэтому присылайте свой нюц да чтобы он чтобы он быстрее поправился и он будет смотреть на ваши голые тела и у него будет возвращаться зрение гораздо быстрее поэтому я вас прошу поддержите Юлика очень сложная радио и механическая травма я боюсь правда этот выпуск выйдет в середине следующего месяца и он уже поправится все еще проблема будет поправляется да собственно во первых давай выпьем за тебя за то чтобы после обзоров все у тебя получилось потому что я уверена что у тебя зайдет тебе правда очень приятно слушать у тебя автообзоры очень крутая тема давай за тебя и спасибо большое и настало время сейчас у тебя выпьет ой как хорошенько вы бы знали мои хорошие и настало время разыгрывать потрясающий фартук разрисованный максом борисом специально для нашего шоу драк китчен макс борисов превзошел все мои ожидания бля пьяная морда сука он самый талантливый нет все я блядь сдох я ухожу художник надика он за 10 минут понимаешь нарисовал этот шедевер ты посмотри как красиво короче я попрошу тебя расписаться на этом фартуке а пока ты будешь это делать кстати говоря вон наш я расскажу условия конкурса так не действительно красивый фартук макс борисов как говорит да спасибо вот тебе маркер да спасибо большое оставляй свою подпись я думаю ну там где захочешь но лучше конечно кармашки а сейчас я расскажу вам условия конкурса чтобы выиграть фартук который носил антон власов с его подписью собственно из кастом макс борисова все что вам нужно сделать это зайти по ссылочке внизу в описании мой потрясающий инстаграм последняя фотография там будет с антоном как раз таки и все что вы делаете подписывайтесь на мой инстаграм подписывайтесь на инстаграм антона власова он будет отмечен на этой фотографии пишите трех друзей в комментариях и все вуаля вы участвуете и победителя я объявлю когда выйдет следующий выпуск тетя так что участвуйте обязательно оставляйте комментарии подписываться на наши инстаграмы просто девочки мальчики посмотрите я знаю что вы хотите да вы обязательно эти 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 вопросам озадачить потому что все таки ну а чё теряете денег не бросим блять просто подписаться чуть карман не жмет как говорится да там кого-то животное начинает все давай а чё ты его одеваешь обратно все как его все ты мне розыгрыш это же марк борисов и конечно же как я сказала я даю тебе эту мясорубку ты сегодня я ее помою сейчас спасибо большое точнее конечно же не я кто-то из моих даже не знаю кто вижу моего все чертем этот дарт к л.х. к л.х. это это ксюша любит хоффман ксюша любимая хоффман люб не ревнуй пожалуйста а это ну слушай я на самом деле мясорубку заберу с собой нет я не шучу это реально подарок спасибо большое я на самом деле сегодня вернулся помимо того что в прошлое потому что я смотрел и мне как-то раз оставили его не досмотрев вертеть вот эту хуйню ручку пиздец мне было тогда это очень неприятным а сегодня было действительно приятно потому что этот вечер я провел с тобой ксюша большое спасибо и с вами дорогие друзья очень ценный подарок я обязательно пересоберу да чтобы она крутила да 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 что крутить и придумать и вспоминать об этом прекрасном выпуске чтобы говно ну вылезало с нужных дырек а то иногда бывает такая проблема ну и на этом потрясающем моменте я хочу с вами попрощаться я надеюсь что вам понравился этот выпуск поэтому обязательно ставьте ему большие пальчики вверх подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на антону плашу все ссылочки вы найдете внизу в описании обязательно участвуйте в конкурсе на потрясающий факт фактор все на потрясающий фартук ну и на этом все мы будем заканчивать санула ксюша хоффман антон власов это был drunk kitchen всем пока пока вот попробуй так сделай вот так потом вот так так делай